чего никогда не позволял себе Сталин. Патриарх советской дипломатии Андрей Громыко работал со Сталином, начиная с 1939 года. И несмотря на то, что вождь редко когда баловал дипломатов своим вниманием, у Андрея Андреевича все же была возможность составить свое непредвзятое мнение о Сталине, которое он подробно изложил в своей книге «Памятное». И не доверять этому мнению нет никаких оснований. Так Андрей Громыко лично занимался подготовкой триумфальных для Советского Союза Тегеранской и Ялтинской конференций, а посему много общался со Сталином. Андрею Громыко вождь запомнился как человек мысли, позиция которого всегда была глубоко взвешенной и продуманной. Но больше всего Андрея Громыко поражал тот факт, что историки, а впоследствии киношники, за редким исключением, частенько изображали Сталина как человека гневного и вечно чем-то недовольного. На самом деле все было совершенно не так. По утверждению Громыко, Иосиф Сталин никогда не повышал на присутствующих голоса и не выходил за рамки корректности.